Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 368. События дня. Эпиграф. Евангелие Теана 5,44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы которой от единого Бога не ищете? Вот если бы сказали мне, что слово предоставляется в епархии, на епархиальном собрании, то какой бы взяли эпиграф? Я бы вот этот эпиграф взял. Церковь поражена этим. До того любят, чтобы целовали. Вот архиерейское служение, так уже положено, что покодил, отдал, взял, и столько раз руку целует. Подал кодила, руку архиерею целует. Архиерей берет ему, ну ему самому что это надо или нет. Берет обратно, ходил, опять целует. Всю службу одно целование только идет. Славу друг от друга. А этот-то перед ним горбатится, который семинарист. Он думает только об одном, чтобы его от жареной рыбы великий пост не отторгли. Ему надо куда-то пристроиться. На этого стиху, который, я думаю, тут можно проповедей 50 сказать. Они ни о дое не говорят. А для чего семинария, академия учился? А чтобы защищать любое безумие церковное. Это за 14 декабря 2016 года. Ну и в помощь эпиграфу еще два места. Еремея 13, 23. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и бар с пятна своей? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Иоанна 12, 43. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Видите, как все. Александр пишет. Уважаемый Игнатий Тихонович, спасибо Бог за ответ. По техническим причинам по скайпу выйти на вас пока не могу. Поэтому, если угодно будет Богу, и если вы захотите, очень прошу вас дать краткий ответ на вопрос о том, что мне сказать священнику, чтобы он благословил принять правильное крещение, полное погружение. Так как на момент крещения мне было несколько месяцев, а родители и восприемники, на момент моего крещения им было 14-15 лет. Восприемникам. Хотя и были православными крещенными, но в Христа они, впрочем, как и их родители, вряд ли на тот момент верили. Достаточно ли того, что они восприемники, не родители в их жизни? Все они давно почили. Церковь никогда не водили, О Христе мне никогда не говорили, и о том, что они восприемники, тоже никогда об этом со мной не говорили. То есть, сколько обрядностей, сколько вот этих преданий было. Выполнено все. Стоят восприемники 14-15 лет им. У меня такое же было. Меня семилетним восприемником поставили. И где он этот человек? Ну ладно, она девчонка была. Она умерла в семилетнем возрасте. А другого поставить больше никого не было. А я его никогда не вижу. У меня по-настоящему хорошие есть крестники. Но родители их натравили против. Так случилось из-за божествия. Не то, что я у них что-то взял-то. И у меня влияния ни на одного крестника никогда не было. А то, которое крестное принимает их, то раньше было так, что если родители умирали, то они делали с восприемниками их. Как родители, докамли этих, а эти их воспитывали. Это как родные дети были. Сегодня ничего этого нет. Обман. А как? Отменить это все надо. Отменить. И крестить только там, где все правильно поставлено. Чтобы восприемники были глубоко верующими. Ходили в храм, причащались. Могли научить. Это испытание должно быть. А все остальное про форма. Так, комедия. Ставится, как Игнать Борисчинов говорит, актеры. А актер ничего не сделает. Конечно, я в зал. Я знал, что они крестные и крестные. Но никакого разговора никогда ни с одним из них у меня не было. Полагаясь на ваше сердце и волю Христа, мне 64 года. С уважением к вам, Александр. Если так это все разбирать, то решение было это. Милош пишет об этом, епископ, что крещение недействительное. Даже если полное погружение, недействительное. Вот и все. Так турки крестили. И тут же обрезывали. Решение принято. Ничего не было. А сегодня, тем более, ни погружения нету, ничего нету. Обман, фикция. И в этом обмане церковь уже превратилась так. Я вчера как раз заходил здесь, Дмитрия Ростовского. Вот и давно уже построили, я ни разу в нем не был. Посмотрел, огромное, внутри места столько пустое. Никого нету. Я попал как-то, был в Азербайджане, в Баку. Между их намазами, между молениями. В это время мы зашли. Никого, кажется, нету. Я только зашел, глянул. Полная тишина. И сидят, просто сидят, ноги вытянули. На стену оперлись, как эти ваххабиты. Кругом ходил. Все с бородами. Ну, усы подбритые там, чего ради они это. С некоторыми мальчиками-ребятишками. Меня привела туда женщина, которая там, я говорю, А, нет, она тут же сразу раз и за машину попятилась. У нас, говорит, отдельное помещение. Мне до того это удивительно показалось. Это, понимаешь, нет. Я не вытерпел, даже улыбнулся. Вот как идти. Вот все. А дальше меня передали в руки. Заходить туда, подниматься по лестнице. Раздувается. Ну, я подумал, что сапоги мои не украдут. Снялся, пойди, носки рваны. Вот тебе надо, мой явился. Я-то на скинул носки и босиком пошел. Зашел, ну и все. Они на меня... Кот глянул, кто-то нет. Я прошел под середину, под купол-то у них. И давай креститься, кладиться. Сразу заметил движение. Представь, это... Сколько вещей стоит это в нем. Да, земными поклонами. Поклонился. И потом по их, как они стоят, так это... Я так замер и стал молиться про себя. И что интересно, никто ни одного слова не произнес. Никто. Но когда я встал с колен, вокруг меня уже кольца два-три стояло. Все, окружили меня и стояли. Все, мне уже никуда не выйти. Вот понимаете как? Ну, а я все, поклонился и улыбнулся. И все заулыбались. И такая беседа получилась. Служу, прямо обещайте. Ну, возможно ли бы, что мусульманин к нам пришел и в храме вот так вот начал молиться, во время, когда богослужения нет-то. Вот пустой храм, там никого нету. Ну, уборщица, бабка ходит. А один там какой-то сторож, Антон, тоже по-мусульмански усы подбритые, толстый такой. Он у меня в храме был, в храме, говорю, в лагере был ребенок такой. А там внук нашей одной прихожанки. Вот так. И дальше пишет. Что сказать, Александр? Опять же, идите к священнику, может, что я могу посоветовать? Если было полное погружение, ну, все, ничего не надо, дальше только еще. А если не было, неизвестно. 84-е правило 6-го Вселенского собора. Непременно принять полное погружение. Даже не называя его крещением. Если угодно так. Постскриптум. Пользуясь случаем, не могу не сказать, что ваши труды по благовествованию Христа вызывают ликование, сердечную, искреннюю радость и любовь. Вряд ли... Человек, я его не знаю, но я его имя показываю, нельзя, потому что те разные эти душители скуратовы на меня нападают, как на митрополита Филиппа, они на этих людей сразу выходят и начинают их заливать грязью против меня. Я поэтому тоже принял контрмеры. Перестал указывать фамилии людей, которых не знаю, крепкие они или нет. А когда стал показывать фамилии крепкие, они на них нападают. А эти им дали такой отпор по зубам, говорят, зубодробильно. Они сразу отскочили от них и больше не стали. Ты тоже одержимый демоном, упырь. Тут же заругали. Это православные, которые причащаются-то. И не стыдно ничего. Подобное было сказано не кому-то, а даже парализованному Сергею, который во славу Божию страдает-то. Увидели, что он от них отклонился, сразу бесноватым объявили его. И все. Очень одержимые. Часто причащаются. Больше причины в этом нет. Бога не знают. И далее. Вряд ли будет справедливо конкретно не сказать о Богом данном таланте Игнатия Тихоновича благовествовать о самом главном в этой жизни, о Христе, что он, по сути, с великой любовью, со страхом Божиим и делает. Вот обо мне говорят. Он на ресурсах был, но мы не встречались, не беседовали. Я даже не знаю, какое до чего. Дай Бог, рабу Божьему Игнатию, здоровья, долголетия и помощи Божьей сений среди нас Святого Евангелия Слова Божьего. Такой потрясающей доброты, бесконечной любви и величайшего Божьего огня, пожалуй, ранее я никогда воочию ни от кого не слышал. Слава Богу, что сейчас не только услышал, но и увидел. Слава Богу! Но есть ли другой, подобный Игнатию Тихоновичу, воин Христов? И что было бы, если не было бы у нас в России подобного воина, как Игнатий Тихонович? Ранее никогда не слышал Игнатия Тихоновича, но, услышав его, немало возрадовался, и поэтому с радостью возношу свою немощную молитву. Слава Богу! Игнатий Тихонович, храни вас Бог! По-христиански обнимаю всех вас, братья во Христе, и, конечно же, с глубоким уважением и ликованием сердца сердечно благодарю вас, уважаемый Игнатий Тихонович, за ваши величайшие труды во славу Божью. Спасибо Господи за благовествование Слова Божьего. С сердцем благодарю за страх Божий и извращенное в себе огненное сердце истинную веру Христу Богу нашему. От всего сердца обнимаю вас, Александр. Вот, я его не знаю. Вот столько он слов сказал, завеличал. И Александр будет слушать, только никакой обиды не должно быть. Я должен говорить о внутреннем моем чувстве. Вот это вот панигирик такой, восхваление. Я еще раз говорю, я ничего не имею, просто мое внутреннее чувство. Так пишут люди заключенные. У них специалисты есть такие, которые женщины оборщают. Ему надо, чтобы передачки носили. И ему за это дают там или порцию чая на кефир, на шефир, на кефир говорю. Господи, прости. И вот он специалист. Пишет. И напишет, любая женщина, а женщина-то в основном одинокая это. Ну и кончилось дело. Она ему шлет передач и ждет его. Ну он приедет там с ней, поживет, ребенка ей оставит на память-то. Дальше не будет. Я говорю, может быть, все это искренне. И человек истомился, искал, и нет такого, как я. Ну кого нету-то? Я человек грешный и страстный. Страстный. То есть, если увижу что-то такое, я загораюсь сразу. Даже вот я вожусь с голубями, там, ну и проще такое. Что-то вы этого так говорите. Вот такие специалисты, они из заключения пишут. Если узнают, что верующие где, они пишут такие письма, войти в близкое общение, кого-то подставных подставят, тот приедет, а это не он, как кто писал. А тот приезжает. Ну я простопили-то ему доверился, ну и пошел дальше. Во-первых, у меня денег нет. Так что денег дать не могу, как это сказали апостолы ему. А что я имею? Вот они говорят, власть дана мне от Бога. Говорю, встань и ходи. У меня и власти-то такой нет. Я могу сказать только одно. Перед Богом все. Крещение можно получить там, где есть ваши священники. К нам ехать не за чем. Если уже совершенно никак. Ну, никак просто нельзя. Можно на Афон съездить. Там монахи крестят всех, которые моченые. Они признают вот это лже-крещение. По-другому не назовешь. Ну а совсем-совсем-совсем нельзя. Ну тогда напишите. Узнаем. Я вам дам задание одно. Как сфотографировать все где. Быстро проверить. Это нужно будет сделать несколько минут. Чтобы подделки не было. Это вам не удастся обмануть. Я старый зэк. Катаджи. Кое-какие методы знаю, как проверить. Ну и тогда, если уже приедет, это утка, сходить по одной плашке придется. У нас такой был. Разрешили. Приехал. А он не послушай. Я сказал, от нас никуда. Вот два человека. И чтобы вы с ними были вместе. Куда-то решили пойти. Никуда. Все время были под присмотром. Я вас совершенно не знаю. Тем более, я вас принял в детский лагерь. А он, глядя, мы пошли по ягодам. Он зашел там за березу, ушел совсем. Мы сразу прекратили ягоды собирать. Мгновенная тревога. И сразу в деревню. Он уже в лагерь. Пришел один, когда лагерь пустой. Мы сразу арестовали его. И сказали, подчиняешься, или сейчас со связанными руками везем милицию. Он руки опустил. Мы его до поезда. И все, больше до свидания. Больше ты тут никогда не будешь. Понял? Понял. У него глаза в разбежку пошли. А одного было так. Арестовали. И случилось сразу. К нам приехал сотрудник КГБ из Москвы. Понимаете как? И мы с ним его отправили. И он ни раньше, ни позже приехал. Так что тут или вы серьезно так это все. Тогда, значит, мы по-хорошему расстанемся. Вот в прошлом году приезжали двое из Белоруссии. Получили крещение. Все это мы засняли. Они уехали. Работали на моих прудах, где могли. Помогали что-то. Кормили, конечно. У них все свое было. Уехали они с подарками. С большими подарками. То есть что такое? Евангелие. Вот этот трехтомник подарил даже некоторым. Кто-то там пожертвовал что-то. Что-то нет. Вот такое вот написал. Тут вчера день. У меня события были такие. Целый день по-другому шел. Вчера утром встал. События мирового взлащения. И не где-то, говорит, а во рту. Зуб откололся. И вот за острый язык сцепляется больно. Не жевать, не разговаривать. Ничего нет. Ну, Надежда Васильевна, жена, знает где-то там поликлиника. Хотя мне есть не поликлиника, а там кабинет. Соматологический день. Мне могут любое сделать. И МОЗ, и все сделать бесплатно. Как льгота реабилитированному политзаключенному. Это мне такая льгота дается. Они мне выбили, а они хотят вставить. И у всех надо корни дергать. Ну, пришли туда, она посмотрела. Корни надо дергать. Вот мне все время напоминает один, ну, в виде анекдота. Иван Васильевич заболел. Живот болит, и еще не может сделать. И бились, бились. Ну, я имею в виду Ивана Грозного-то. Попутно от этого отвлечься. Пригласили врача. Местный врач осмотрел. И говорит, кризму ставить надо. Ах, они его схватили. Еретик, помазанюку Божию. И долой, говорит. В пыточную камеру исчез мужик. Болит живот, а царь-то не может и на двор сходить. Ну, что делать? Давай кто-то посоветовал. Тут немец какой-то есть, говорит. Лещит вообще замечательно. Долго стучал, осматривал, выслушал. И по-своему сказал переводчик, Талмач сказал, говорит, кризму ставить надо. Ну, ладно. Этого казнить нельзя. Вроде бы, Лютерранин. Прогнали его пинком под задницу. Ну, какой ты врач? Помазанник Божий. Думать надо. Кому кризму-то ставить-то? Говорят, тут есть русский один. Но к нему трудно добираться. На болоте живет. Какими-то лягушащими косточками там что-то наговаривает. Царь сильно таких ненавидел. Но тут деваться некуда. Взяли такого. Тот еще не знает. Борода у него уже не седая, а зеленая. Привезли. Тот осмотрел, что-то кряхтел, заглядывал ему. И потом промямлил. Тут еще не поможешь. Кризму ставить надо. Ну, ладно. Те-то не христи были. Но ты-то православный. Ты маленько это думай. По мазанику Божию. Он говорит, а я еще сказал не так. Я сказал, кризму ставить надо. Но я же не сказал кому. А кому? Народу. Народу. У нас, говорит, всегда, когда что-то тормозится. Вот эта непроходимость идей каких-то депутатских. Сразу кризму-народу ставить. То монетизация, то еще что-то. С тех пор так и пошло. Клизму-народу ставить надо. И вот я вчера пошел. Меня прокинули в кресле. Она смотрит. И оказывается, я говорю, слева я точно знаю. Но сверху или снизу я уже и не знаю. Мне настолько больно. Я не пойму, где там везде сколотые зубы-то. Она заглянула, что-то надо все осматривать. И лезет на правую сторону два раза. Еще она туда зачем? Дергать надо. У них вот эту кризму ставить, так зубы дергать надо. Да я говорю, не, нельзя. У меня памяти не будет тогда. Но она ничего не говорит. Я скажу, что это везде. Вот я был в Америке. В Вашингтоне. Нет, в Нью-Йорке было. Когда. Я тоже так зубы. Моюсь. А там меня подготовили и пошли. И, видимо, еврей работает. По-русски разговаривает. Ну, видно такой пущие глаза. Глаза на выходе. Видно, что породистый еврей. Кресло такое меня опрокинул. Дергать надо. Я говорю, нельзя. Это память у меня не будет. Я в университетах веду занятия. Ха-ха-ха. Да какая же память-то? Не знаю. А где это узнали вы? Да не узнал ли ничего. Я чувствую, что памяти будет меньше. Один зуб вырежешь. Пустота. Следующий зуб легко вывалится на него. Подпорки нет. А который первый там, он упирается в плоть, которая дана. Он у меня смотрит, все знает, дескать. Нет, говорит. Ну, если так рассуждать, может быть верхняя, говорит. Челюсть там может быть связана. Я потом считаю, финские исследования, многолетние, оказывается, с каждым выдернутым зубом проценты. Показаны прям проценты памяти исчезают. И у кого-то эти разные массы, они совершенно беспамятные. У меня еще ни одного корешка не выдернуто. Я этими корешками горох жую. Сухари давлю. А вчера она посмотрела, жужжит и дальше не стала трогать. Она, говорит, на уровне десны. Ну, не стала. Я вроде встал. Вот подождите, я молитву прочитаю, чтобы язык задевал. А задевает, не задевает, больно. Что? Ладно, говорю. А она не стала. Я дорогой иду и рассуждаю вслух. Вот если бы она сделала и задела этим своим, что там крутится у нее, колесико, и десну повредила, я бы мог на нее пожаловаться. А она ничего не сделала, я пошел и все. А что я болею там, не могу глотать ей-то, какое дело-то? Это я так рассудил. То есть она поступила правильно. Ну, я знаю, у меня у племянника жена работает в Белово. Она мне один раз подчистила. Я как-то напильником засунул напильник, попросил старосту, рот разденул, за бороду щерезь оттянул, и он напильником у меня там попилил. Да все говорили, это заражение крови будет. Ну, вот и вернулись. У меня вчера целый день как-то пошел в этих размышлениях. Какие события дня. Ну, и показать надо наши ресурсы. Вот самое главное. А что это вот означает, Сергей Аташов? Ну, пока вот... Хорошо. Ну, вот. Вот, Андрей Карташов что-то тут написал. Что пишет? Полтора года смотрю ваши ролики на ютубе, не продвигаюсь вперед. Слушаю Новый Завет в аудио, читать не могу начать. То есть некогда. То есть он застрял, считает, смотрит. И мне уже не один раз говорили. Я думал, вот, вы мне показали тут, какие ресурсы считать-то. Не могу, говорит, отсюда. Пока прослушать, там, на работу идти. Ну, и меня интересует утреннее посмотреть почту. Я покажу сейчас. Почему? Нету здесь. Франк, вот что он пишет? Кто такой Франк, вот этот? Что он тут пишет? Ничего не понятно. Вот моя работа утром. Спам. Дальше. А Александр Тетюшев. Так, что он пишет? Ну-ка, просчитать. Это он, наверное, пишет? Нет, другое. Другое, да? Ну, просчитай. Уважаемый Игнатий Тихонович, приступив к просмотру вашего подарка о святом крещении, не перестаю благодарить Бога и плакать от радости за вас. Дай Бог вам всех благ Господних, как истинному ревнителю о войну и войну о Христе. Успел посмотреть и документальный фильм режиссера Юрия Малашкина «Глаз опиющего в пустыне» или «Второе крещение Руси». Не скрою, от радости и ликований сердца пакал весь фильм. Воистину, это фильм-открытие. Фильм-потрясение, фильм-ликование, фильм-вера, фильм-надежда, фильм-любовь, фильм-пульт спасения во Христе. Ну, чтобы так много написать, мне еще никто не писал, но я не читал, просто открыл сходу, не читал. Первый раз слышу это. Дальше. Слава Богу! Спасибо создателю, замечательному этого фильма, Юрию Малашину. Он погиб, его нету. Спасибо Господу за истинного воина Христова Игнатия Лапкина. Дай Бог истинному рабу Божьему Игнатию Тихоновичу Лапкину всесильной помощи Божьей и долголетия во славу Его. Это, наверное, тот, который считали, тот самый. С радостью и любовью возношу к небу, Господи, слава Тебе! Игнатий Тихонович, фильм снят в 2013 году. А показывали ли его по центральным каналам телевидения? Нет, не в 2013 году. Фильм не снят, а, видимо, открыли. Вот где-то у них там лежало. Он снят в начале перестройки. Я что-то никогда о нем не слышал. Илья Грешник такой. Какая судьба этого фильма? Дорогой брат во Христе Игнатий Тихонович, мне 64 года, но в своей жизни я никогда не встречал столь сильных христовых воинов. Хуже того, уверовал во Христа как бы случайно 2 августа 2002 года, когда попал в паломническую поездку по святым местам в Дивеево к батюшке Серафиму Саровскому. Тогда мне было 50 лет, и я был уже на пенсии. Когда благодать Господня коснулась меня, и от этой радости я буквально рухнул на землю. Мало, как говорится, не показалось. И я воскликнул, Господи, прости ничтожного. Как все эти 50 лет я знал Тебя и мог жить, не зная Тебя. Помилуй, Господи. И после этого 3 дня и 3 ночи непрестанно исповедовался в святых его храмах и купался в святых источниках. Нечто подобным образом откликнулось. Мой сердце от радости за истинного воина Христова. Господи, благодарю Тебя. Игнатий Тихонович, если жив буду, если Богу будет угодно, и если я приму святое крещение, то можно ли попросить вас, во славу Божию, быть моим крестным отцом, то есть восприемником? Нет, это опасное дело. Нет. Нет, 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 нет. Я уже мне 74 года, и при том это только фикция. Помогать можно так быть. Для себя можете это думать, но реально, чтобы провозглашать, не знаю. Были бы рядом где-то, тут еще можно было. И дали бы слово полному послушанию быть. Два слова себе. Сейчас мне, как я уже написал, 64 года. Родился и вырос в поселке Степановке Бугуруслановского района Оренбургской области. Крещен, как мне сказали родственники, в православном храме Успения Пресвятой Богородицы в возрасте 3-4 месяца. Закончив в поселке Степановке начальную школу 4 класса, в 1967 году уехал к старшему брату в город Нижний Новгород, где меня устроили на работу обувщиком на обувную фабрику, где проработал до апреля 1970 года, откуда уехал в город Саратов, чтобы поступить в Саратовский юридический институт. Там трудоустроился на стройку и жил в общежитии. В том же году окончил 11 классов в вечерней школе и поступил на дневной факультет Саратовского юридического института имени Курского. В 1972 году был признан в ряды советской армии, где служил 2 года. В 1974 году демобилизовался, перевелся на заочный факультет института и поступил на работу в милицию, где прослужил в 2002 год на различных должностях. Институт закончил в 1977 году. В милиции работал в городе Бугуруслане, в районном центре Северное, в городах Новотроицкое, Орске, Оренбургской области, на различных должностях. Начальник инспекции по делам несовершеннолетних, начальник оперативно-розыскного отдела ГРОВД, начальник городских и районных отделов милиции. Закончил службу в городе Оренбурге в должности заместитель начальника отдела УВД Оренбургской области. Женат, венчан, имею крещенных дочь и сына 39 и 37 лет, дед двух внуков и двух внучек. В 2002 году пенсионер МВД РФ, ветеран МВД, ветеран труда, ветеран боевых действий. Нигде не работаю. С 2008 года с женой проживаю в городе Бугуруслане. Конечно, прежде всего прошу обо мне грешном и недостойном рабе, Божьем Александре, ваших святых молитв. Дорогой Игнатий Тихонович, по воле Господней поступите. С радостью во Христе вас и обнимаю, Александр. Много написано, проверить надо. То есть ему приезжать только на своей машине, если можно, с женой, может быть, с внучками. Я примерно уже так вижу, как это можно, если будет настаивать на встрече. Жилой обязательно, договориться. А Оренбург это не так и далеко, потому что из Москвы в Оренбург приезжал Пушкин, когда собирал материал о Пугачёве. А на чём ехал-то? Ясно дело, что в кибитке в какой-нибудь качался. Ну вот видишь, вот это Александр. Такой банк какой-то без темы. В чём тут банк? Банк вообще ко мне отношения не имеет. Куда его? В спам. Ну и вот Александр. Это тоже пока его можно оставить. Ну вот дальше у нас есть православный форум. Что тут? Кто-то зашёл. Кто такой? Вот смотри, кто сообщение. Агафона Абракадабра какая-то. Ясно дело, что он рискует быть вычеркнутым. Там у нас есть условия тех, кто регистрируется. Что он пишет? Кто это? Цифры такие. Это был Агафонов, Сергей. Сейчас я посчитаю. Вот он вышел. Что тут? И снова здравствуйте, Игнатий Тихонович. Идём на второй заход. Может кто-то ещё не знает о группе ВКонтакте, где выставляются тексты из ваших книг. Дорогие братья и сёстры, приглашаем вас вступить в группу «Православные толкования Нового Завета». Адрес группы указан. Читателям предлагается трёхтомное толкование Нового Завета, составленное Блаженным Феофилактом в XI веке на основании творений Яна Златоуста и иных святых отцов православной церкви, живших ранее. Группа растёт, меняется, находятся люди, готовые оказать помощь проекту. Прошлый раз, когда я писал вам, участников в сообществе было 19, а теперь нас около 800. Кто из смотрящих пользуется социальной сетью ВКонтакте, то при желании может подписаться на группу, чтобы получать регулярную рассылку текста в размером 2-3 стиха с толкованием. Как выглядит группа «Смотреть на изображение и спасти Христос?» И там внизу вот это всё изображение он прилепил. Это изображение? Да, да, да. Это можно откнуть? Попробуйте, да. Ну-ка. Вот так. Ну и что получилось? Что тут понятно? Ну ничего не понятно. А? Я не вижу ничего. Ну а ты не вижу, как я не подожди. Сейчас, сейчас, подождите, подождите. Подождите. Второй откроем, давай второе. А всё равно. Давай, ещё. Вот так вот, надо, control и плюс. Ну-ка. Вот. Никит, делай, если что, control и плюс. Это у них заголовок такой, да? Да. Вот, закачать Библию, сектанты. Увезда, или... Или деньги зарабатывают, только на... Да? Деньги зарабатывают тут, ну, немножко. Деньги? Надеюсь, на хорошее дело-то они тратят их. Ну вот это. Ну вот на это я что могу сказать? Обязательно делать ссылку на наши ресурсы. Обязательно. Откуда это взято? Ну и по совести, как принято говорить. Но к этому идует добавка. У нас насчитанные есть, с толкованием полностью Матфея и откровения. Кроме того, у нас идут занятия по этим же с толкованием. Идут занятия каждое воскресенье. Плюс к тому, два раза в неделю там идут послания к колосянам, а теперь послания к кремлинам. По скайпу, в среду и пятницу. Прямо можете людям давать наши данные. Пусть они по скайпу найдут Сергей Пупков. Пупков Сергей. И по Москве у нас получается, что там два часа, это 14 часов по Москве. Полуторачасовые занятия начинаются в среду и пятницу. Видите как? Мы сейчас как раз подготавливаем, насчитываем деяния апостолов с толкованием и с комментариями. То есть ваш круг может вполне расшириться. Но только обязательно, чтобы была ссылка на наши ресурсы. Это непременно. Больше ничего я не ставлю. Никакое. Как вы опормите? Что сделаете? У них вот ссылка есть на ваши ресурсы. Где? Вот видеоканал «Во свете Библии», «Православный форум». Ну, так я не видел. Но все, вопросов вообще нет. Только чтобы они знали, что у нас это он что берет. Я не знаю, откуда он берет. Если он берет только с этого. Он что берет? Видео или аудио? Я не понял. Он только про новый свет говорил, трехтомник. Больше он ничего не писал. Ну, потому что на сайте только книги стоят. А то есть, я на это дело проповедую в видео. Вот сейчас видео мы записываем. И в аудио. В аудио там много что у нас тоже записано. То есть это, я считаю, неплохое дело делает человек. Вот видишь. О. Так. Теперь «Контрол-минус». Ну, нормально. Дальше так. Ну, и нужно посмотреть, сколько посещаемость была вчера. Вчера посещаем. 323. Одно время тут поднялось 400 с лишним. Ну, вот 323 за день. Когда я из дома не вылажу, не считаю вчера нашего дня. Ну, и дальше у нас есть канал. Вот. Иногда до 10 роликов ежедневно выставляется. Сегодня 4. Ну, вот поставил я тут, что она. Посещаемость какая. Посмотрите. Вот за это время, пока мы тут молились, да, говорили, что толкование на блаженного филакта 18. И вот занятие-то отдельное пришло. И события. 22 просмотра. И как пережить рождение свыше. 51 просмотр. За 2 часа. Вот кто-то зашел. Вот я сейчас открываю. Тут бывают матерки, что угодно. Не моя вина. Я просто не подделываюсь, что Александр Титюшев. Я его не знаю. Что он пишет? Вот на этот. Я воткнусь сейчас. И посмотреть. Прочитай. Об этом, скорее всего, надо не только говорить, а кричать. Кричу и я. Все беды лишь от того, что многие, очень многие, я первый среди них, не пережили рождение свыше. Не знаем Христа. Нужна как воздух евангелизация, правильное крещение, полное погружение, то есть внутреннее перерождение, как завершающий этап в нашей жизни. Помоги нам всем, Господи. Мир вам, друзья. Вот видите, что я сходу его включил и опасался, что будет что-то недоброе. Дальше. Что это такое? А так, оборудование на голубятне предлагают. На голубятне оборудование? Мне смешно. Я из каких-то гнилушек до щечек прибиваю. За всю жизнь ни одного голубя не купил и не продал. Я просто любитель. Я не голубевод. У меня все породы, какие бы ни были, они или погибают на этом морозе, у меня же отепления нету, или мешаются между собой, и не поймешь, какие. Но я их всех люблю. Я сам беспородный. Как Виталий, интересно, смотрит, сидит рядом. Хорошая фотография. Вообще, он помогал мне метки делать. Виталий Калиников. Ну и большой ресурс у нас есть. Это православный библейский сайт. Видите, какое мы название дали. У нас все необычно. Православный и библейский. Но вот мы насчитываем. Это вот трехтомник. Каждый том 752 страницы. Это наше издание. Толкование с Боженов и Филакта с откровением вместе. Толкование, откровение полное. Где-то 430 страниц только занимает в третьем томе. Вот как он выглядит. Второй том. Твердый переплет. С закладками. 300... Это 240 иллюстраций. Из них 230 бестава даре. Мы сами раскрасили. Раскрасили. Написали. Да тут самареонин в красном, а тут в зеленом. Вот, вот, вот. Это мне про это и говорили. Так, что зеленый? Ну, у него одежда его. Ну да. Разная одежда. Поменял по дороге, наверное. Вот в одном месте есть, когда убили женщину, то она была в одном. А когда повез, он в другом. Я говорю, ну он переодел, она кровавая была. Ну да. Видите, с круглением, в твердом переплете, с закладками. Первый. Ну, все там у меня так, как под свет российского флага. С капталом. Видели вот эти книги, толкование библиотеки у Путина. Показывали по телевизору. Все, экземпляров было тысячи. Это второе издание. Там 2-3 тысячи так издаю. Это очень и очень трудно. Вот стихи у меня, 4 тома, подготовленные, по 800 страниц. 4 тома. 4 тома. Полностью каждая страница занята. На страницу уходят 42 строчки. А каждое стихотворение 9 куплет, это 36 строчек, а остальные везде эпиграфы и священного описания. И в каждом томе 160 страниц полный лист светлых фотографий. Пошел заказывать, издать. Это подскочило до 2 миллионов. Тысяча экземпляров. А развернулся я домой. Какие миллионы? Где их взять? Это все стоит на нашем... Вот здесь вот я покажу. Да вот смотрите. Стихи. Вот я сейчас нажму. Вот они. Проповедь в стихах называется. Первый, второй, третий, четвертый том. Проповедь в стихах. Это не стихи. Вот я открываю, сейчас вот ткну. Смотрите, как выделяется. Я не знаю, откроется, нет? Похвалился. Вот так тебе шляпа какая-то. Ну там просмотреть еще, нажмите вот сюда. Да? Вот глаз туда, да. Вот сюда. Шляпа. Что это такое? А, что-то не то. Какая-то азбука Мурзе. А? Не знаю. Не, нету. Нету. Ну еще посмотреть. Филгу какую-то показала. Не, он там скач... А. То первое... Вон справа скачать кнопочка есть. Ну еще, как-то скачивать. Вот скачать. Справа кнопочка есть. А сюда? А, вот где, скачать. Ну я нажал скачать. И сколько она будет качать? О! Вот она пошла. Вот она зеленая. Смотрите, один раз решил показать. А куда она их сейчас закачает-то? Все скачала. А ну-ка давайте... Пощелкайте прямо по ней. Где она? Ах уж. Есть или нет на этом... Ну загрузка. Папка загрузки. Нету. Нету. Загрузки папка. А? Папка загрузки. Вот сюда давайте посмотрим загрузка. Вот здесь вот загрузка. Где она тут? Вот она, загрузки. Ну сейчас посмотрим попутно. Скачала или нет? Еще тут нету. Должна быть. А вот это что? Ну самое первое, да. Вот это оно. Вот оно первое. А! Вот видите, не просто так это найти. Это люди иногда жалуются, говорят, не можем открыть. Вот теперь что? Пейджмейкер открывает. Пейджмейкер. Я сам верстал стихи. Кое-что маленькое научился делать. И вот посмотрите, как. Вот даже попутно это, попутно все. Пейджмейкер. Вот она открывает. Пейджмейкер. Вот оно как выглядит. А вот здесь вот стрелка, а вот здесь вот надо ткнуть, чтобы курсор можно было. Теперь нажать Альт, держать и двигать. Проповедь в стихах. Книга первая. Барнаул. Тринадцатого года. Ну а здесь что тут написано? Пейдж. Да, он. Это вниз нажать. Раз. Следующая строчка. Ну и вот по благословению. Смотрите, как оно. Вот уже оформлено. Первая книга проповеди в стихах. Тринадцатый год. А вот это вот знаешь, что значок означает, Лапкин? Авторское право. Право и ответственность. Вот мобильный мой телефон. Везде адрес. Все указано. И вот какая тут фотография будет на первый том. Вопросы и ответы во свете Библии. Стихи это не просто стихи. Ну и дальше что здесь? Кратко. Вот оно. Краткое вступление, предисловие. Видите, как все сделано. Какими шрифтами. Это тут был у нас Яромонах. Он меня научил этому всему. Вот первое стихотворение. Смотрите как. Вот где заканчивается страница. И вот оно. И впереди эпиграф тоже под самый обрез. И одно только один пробел. Дальше. Страница такая-то. Все показано. Что тут дальше сдвинулось? Здесь первое. Это значит. Вот как видите. Девять куплетов. И все. Стихи так не пишутся. Обычно там чуть-чуть. И на этом кончилось. А здесь что? Вот видишь. Сдвинуло. А почему сдвинулось? Откуда я знаю? А теперь нужно поднять маленько. Сдвинуло. И вот оно должно точно на страницу входить. И вот оно вошло. Как будто бы. А стихотворение как бы одно. Можно прочитать? А, вот оно у меня. Ну-ка прочитай. Значит, первое езды 4.7. Карта к сергсу Цоюперсидскому. Письмо уже написано было буквами сирийскими. И на сирийском языке. Видите, какой эпиграф. Библия на русском языке. Известный синодальный перевод. Подобен райской вечности реке. Счастливый, кто ее переплывет. Ее слова, глаголы, изречения, названия книг на карте государства. Рядами главы, витязи спасения, послания апостола из Тарса. Стихи. Войска из копий и мечей. В лучах и в зареве из Ветхого Завета. На двух накаменных скрижалях Моисей. С толпом и облаком выносит всем на свете. Еще пока алфавит не изучен. Язык евреев непонятен многим. Но и его свет рассеет тучи. В жар благовестия уже обуты многие. Россия. Конечно, необычность такая. Указано место писания. Откуда дальше? Называть писание место? Да. Россия, Русь в язычестве и в войнах, без слова Божия пустыню брела. Все в литургиях и в земных поклонах, смешение вавилонском тьмы и зла. Но час пробил исправить заблуждения. И переводчики уселись за столами. Спасает не причастие и деньги, а вера, подтвержденная делами. Иакова 2.24 Вдруг для читающих священное писание, 1 Коринфянам 15.2 Не надо, не надо первое. Вдруг для читающих. Священное писание, открытым текстом о рождении свыше. Без веры во Христа мы стали псами, а вера только в тех, кто Бога слышит. Понятным, с пренебесным смыслом наполнились все строки и стихи. Листки, листочки, исцеления листья, бальзамом на ошибки и грехи. Что толку непонятное читать? Бездействует непробужденная совесть. Рожденным свыше перевод подстать. О переводчиках с любовью эта повесть. 12.07.2003 Теперь я перекидываю сюда. Видите, тут сбило оно. Даже точно входить в один. Вот смотрите, какое стихотворение. Второе. Благая весть. И на каждой строчке 36 строчек, это 36 раз надо открыть Библию. Нет таких стихов в мировой практике. Вообще не было и нету по сегодняшний день. А почему? Дани, вы думаете, что попало. А вот прочитай один раз. Благая весть. Кто понесет ее? Благая весть. Кто понесет ее? Уставшим и страдавшимся калекам. Земля иссохшая к тебе иду дождем. Из уст моих потоком льются реки. Господь послал. Я, ученик Христа. Всего колючим... Всего ключом. Всего ключом к домам, квартирам, душам. И для меня особый путь настал. Да слушают имеющие уши. Звонок тревоги. Слышатся шаги. Нас через дверь разглядывает кто-то. Воскресший пастырь. Разломай замки. А дальше все расписано по нотам. Приветствую с улыбкой и кивком. Газетный листик к истине крещения. Передаю принявшему потом. Хотя бы вкратце, где идет учение. Не все, конечно, распахнули двери. Кто осторожен, не откроет нам. Для многих мы разбойники и звери. Квартиру обобрать и их карман. Иная расторопная старушка. Прообраз суховея прошлых лет. Через глазок фиксирует на мушку. Целую многократно портбилет. Не ради них ступени и стирая. Выискиваю зерна и крупицы. Трубу к уста. И направление к раю. По маршам лестничным взлетая легкой птицей. Лжеправославное болото, женский дух. Одетый в срам, в мужское деяние. Молитвы про себя и даже вслух. Взрываем крепости божественным писанием. Благая весть. Тревожные звонки. Куршения льда. Засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки. Что подтверждается писанием вполне. Вот посмотри. Я просто открыл. Это так. 800 страниц и 4 тома. А сейчас вот посмотри. Прочитали мы. Там что? Вот зарядим сейчас сюда. Попробуем. Вот это песнопение. Есть или нет оно в интернете? Вот оно, пожалуйста. За первую строчку только взял. Теперь в интернете песнопение. Вот посмотрите, как это все интересно. Вот дай. Уставший, страдавшийся калеком. Земля, иссохшая, к тебе иду дождем. Из уст моих потоком льются реки. Господь послал я ученик Христа. С его ключом к домам, квартирам, душам. И для меня особый путь настал. Дослушают имеющие уши. Благая весь тревожные звонки. И крушение льда, засев по целене. Вам проповедники готовятся венки. Что подтверждается писанием вполне. Что подтверждается писанием вполне. Звонок тревожный, слышатся шаги. Нас через дверь разглядывает кто-то. Воскресший пасты разломает замки. А дальше все расписано по нотам. Приветствую с улыбкой и кивком. Газетный листик к вести некрещенья. Передаю принявшему потом. Хотя бы вкратце, где идет учение. Благая весь тревожные звонки. И крушение льда, засев по целене. Вам проповедники готовятся венки. Что подтверждается писанием вполне. Что подтверждается писанием вполне. Не все, конечно, распахнули двери. Кто осторожен, не откроет нам. Для многих мы разбойники и звери. Квартиру обобрать их карман. Иная расторопная старушка. Прообраз суховее прошлых лет. Через глазок фиксирует на мушку. Целуя многократно партбилет. Благая весь тревожные звонки. И крушение льда, засев по целене. Вам проповедники готовятся венки. Что подтверждается писанием вполне. Что подтверждается писанием вполне. Вот смотри. Дальше открываю. Показать один раз уже пошло на то. Дальше стихотворение. Эпиграф. Понимаете? Тут нас все на все темы. Меня раз уже коснулись это дело, просто показать. Про себя тут что-то написано. Что тут? Ну-ка, прочитай еще. Римлянам 1.8. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас. Что вера ваша возвещается во всем мире. Понятно. Вот контур это то, что печатает уже. Дальше печатания не бывает. И занято все. Все 800 страниц. В четырех томах. Такого тоже нигде нет. Так вы хотите, чтобы это было оригинально? Я ничего этого не знаю. Просто так получается. Получается так. Вот я издавал книги, а тут приехал человек, который помогал тут. Это место, которое я получил. Судился с властью по конфискации имущества. 11 лет шел суд. Я его выиграл. И два домика мне присудили. Компенсацию за деньги. А должны были 11 миллиардов рублей. Ну, не доминированные еще деньгами. И сделал стол, который трапезная стоит. И я издавал книги. Издавал, я вдруг закончил. Последний еще том даже не пришел. Закончил, все, больше я не издаю. Ни денег, ничего нет. Но вышло-то 38 книг. И на столе в два ряда. Ни с той стороны, ни с этой ничего нельзя получить. Точно по количеству. Как это так? Никто стол делать не знал, что книги будут. Ни одной не было. Никогда я... Ну, печатал, этого не было. А так Господь сделал. Дальше. Благодарю. Куда не посмотрю, с какого края не начнутся думы. У каждой вещи зрю ее зарю. Рождение неприметное, без шума. А эта вещь, предмет, приспособление, мне лично облегчает эту жизнь. То лестница с веревкой убежать из плена. Перила умные, чтоб не сорваться вниз. Не я изобретал шарниры у дверей. И пуговицы, нужные в одежде. То сетку-рабицу от птиц и от зверей. Осознаю, какой же я невежда. Вот этот карандаш и авторучка, магнитофон, компьютер и окно. Но кто-то же сидел, свой лоб шершавый мучил. Недавно вовсе, или же давно. Но тот доморощенный ученый человек, изобретатель был неутомимый. Никто ему патент не выдал. Чек, промчались нобелевские неуцарусно. Несуразно мимо. Несуразно мимо. Ему надо было дать-то. Что из того? Теперь вот я, бездарный, под простыней и на матраце сплю. Машинку швейную мне этот дикарь подарит. Буренки сепаратор прикуплю. На огород насос качает воду. Кентавр с велосипедом заодно. На кислая готова ложка соды. И химия на грязное пятно. Не я изобретал фарфор, металл и электричество, способное на все. Мой разум говорит. Господь нам дал. На слащных пашечах заботливо пасет. Благодарю создателя небес за мудрость, им дарованную людям. Тебе хвала, ее и мне не счесть. Во всем, за всем мы благодарны будем. Интересно. Интересно. Все везде. Как будто меня ждали в этот мир. Приду, чтобы обихожено было. Вот какое стихотворение-то? Это просто необходимое. Не поставил, и уже оно не шевелится. Вот гляди дальше. Следующее стихотворение. Вот как, даже вплотную. Вот, 42 строчки заняты. Все. Таких тоже не бывает, чтобы подряд было так. Что тут? Евангелие от Матфея, 25-34. А ну-ка, прочитаем еще. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, приедите благословенный отца моего, наследуйте царство, готовное вам от создания мира. Вот я говорю это. А вы хвалитесь. Так ни с чем хвалиться-то. Бой Господь. У меня ни таланта, ни грамоты, ничего нету. Такого. Я не поэт. Хотя меня тут и уже где только не было, и поэтом, и как только не называют. И там степени присваивают разные. Ничего у меня нету. Нету ни одной награды, ни одной грамоты. Ну, не считая там меценат столетия, там такие вот это. Для меня-то они никакой роли не играют. Вот смотри. И против каждой строчки, 36 строчек. 36 раз надо. Причем, Сирахов тут заметьте. Какие даже не канонические книги. Вот Тавита. И какого числа было. Все здесь указано. Все. 42 строчки. Благословение матери отца. Хотя и не гарантия успеха, но путешествие маячит до конца. При встрече губы наполняет смехом. Но есть благословение вопреки тому, что и Егова изрекает. Пересыхает разум родники, хотя жестикулируют епископы руками. То есть благословляет, а ничего нету. Бог проклинает их благословение. Бог раздирает сшитое наружно. И волчьи вой все хромовое пенье в июле и леденит крещенской стужей. Ну что, не поэзия? Ну вообще. Где это? Там Аллахия говорит. Это не я говорю. Каждая строчка подтверждается писанием. Неемия, притча, псалом, Захария, Бытие, Сера, Автамита, Исход, притча. Ну понятно, что тут маленько надо знать что-то. Желание добра, сопутствующих средств Для достижения желаемого счастья Благословение облегчит тяжкий крест, Что одному поделится на части. Незримые включаются микробы И делятся, и телится скотинка. Медяшки ржавые, вдруг злато выше пробы, Ораторствует слух заика без запинки. Вот это выражение, находка просто. И дождь с росой нисходит благодатно, От гусеницы саранчи спасаясь. Тучнеет злак и вовремя зарплата. Могущественным львом Столкосоглазый заяц. Не дай нам Бог утери испытать И более всего благословения. Пожар, война И гость незваный тать. По сущим пустякам единства нет, А мнение. Проклятие матери внезапно разрушает Уже построенный дворец до основания. Вся сила, красота уходят и ветшают. Не впрок гимнастика и лучшее питание. Благословляйте даже и врагов. Они особенно нуждаются в заботе. Ни звука вопреки библейских слов. Путь совершенства. Ангел во плоти. И что интересно. Это четыре тома. Вот так вот. Каждая строчка заполненная. Это 3467 стихотворений. И черновики сохранились. И практически ни одной помарки нет. С чистого листа написано все. Я сейчас смотрю. Кто-то пришел. Мне тоже стихи попали. И начал восхвалять. Я говорю, да нет. Моего-то ничего нет. Вот Писание отойдет. Каждая строчка из Писания. Да куда-то еще умнее говорит. Не знали где взять. Смешно даже. Вот видите, следующее створение какое. Так. Эпикраф Исайя 32.18. Это попутно сегодня показать. Смотрите стихи. И каждая строчка Писания. Сиракова, Каримфин, Исайя, Второзаконие, Луки, Деяния, Второе, Кремлина, Матфея, Варухи, Евреям, Второе, Царство. Ну посмотрите сколько. Пробовали сестры смотреть, открывать эти места. Уходим где-то полчаса, чтобы одно стихотворение прочитать. Ну попутно прочитай еще. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоящих блаженных. А стихотворение о миротворчестве. Блаженны миротворцы у судьи, умеющие жить для примирения. Кто жаждет мира, к Господу приди, соедини разорванные звенья. То есть разорванные люди против друг друга. Война, раздор вблизи, за горизонтом, бушуют пламенем в уме и наяву. Из блиндажа глазами обведи по фронту, парламентарий не скрывается во рву. По цвистам пуль, словесных перепалок, прицельных и осколочных снарядов. Семейный фронт, сраженных сколько пало. Подумать страшно, но мирить их надо. По кухням, по постелям баррикады. Брустверы, подушек и посуды. У тещи тощий язычок до ада. Изменщик муж по имени Иуда. Кто примирит детей из тех семей, где Бог не вхож и явно нелюбим? Ты миротворцем стать для них сумей на поле брани. С Богом не один. Он усмирит и примирит в Иисусе поверженных, растерзанных и смятых. Спасенные в очреве рассмеются. В молитву к Деве превратятся маты. Блаженны миротворцы Яговы. Они подобны самому Христу. Со словом Божьим в бой идти готовы. Дверь сердца отвори ему на первый стук. Глашатые голгофы примирения. Звериниц превращают в райский сад. В бессмертии облекают прах и тление. Хотя их встретить и не каждый рад. За гробом примирение не наступит. Имеет покаяние ныне силу. Непримиренных истирать в ступе. Им белый свет темнее, чем могила. Смысл есть? Есть. Теперь я просто перекину еще раз показать. Посмотрите. Вот стихотворение какое-то. Бог заповедовал чтить в субботний день. Про субботу. Это вообще даже... Да как это? Вот сколько мест Писания про субботу? 36 раз открыть надо Библию. Дальше что? Бог пользуется в деле самым малым. Понимаете? Вот эти темы-то какие? В каком году написано? И 36 раз надо открыть Библию. Давай еще прочитаем. Ты хорошо считаешь. Давай. Исход 31 глава 15 стих. Шесть дней пусть делаю дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. Здесь не о шорохе и юбке, как Пушкин писал, о чем? Пустословил. А именно, у него хоть одно такое стихотворение есть. В мировой практике этого не было, еще раз говорю. Нету. Ну найдите где-то, чтобы все стихотворения были по 9. А что, трижды 3-9. В честь Троицы. Я искусственно это создал. 9 куплетов. Все до одного стихотворения по 9 куплетов. Итак, Бог заповедал чтить субботний день. Дрова и прочие житейские заботы отсечь и оправданьем не городить плетень. Шесть дней трудись, захлебываясь потом. Шесть дней Создатель сотворил сей мир. Так откровение бытие вещает. Считай на пальцах только до семи. Седьмой покой. Потом опять сначала. Число семерку здесь впервые встретишь. Божественная вечность, полнота. Суббота для души. Духовной сетью. Установись с божественным контакт. Все позже над землей встает рассвет. Все чаще не погодит. Близко осень. Зарю и Христа вошли в Новый Завет. И воскресение покоем плодоносить. Покой не сон. Бездействие и лень. Душа воскресшая желает потрудиться. Молитвой освети воскресный день. Свет донеси скорбящему в больницу. Завьюжит престарелая зима. Зелень не соберешь за гранью жизни. Какой наш труд для сердца и ума. Ответ держать из-за спасения ближних. Субботство отдаленное настанет. Сегодня новое творится Яговой. Не приблизительно, а точно по Писанию. Покой день и бесконечно новый. Труды и подвиги, посты, недосыпания. Как бы не бывшая, а радость наяву. Покой неведомый, божественный настанет. Чьи корабли до раев доплывут. Наш Иисус есть господин субботы. Свершив свой труд, окончил воскресенье. Не переделать все нужнейшие работы. В воскресный день весь посвятить спасению. Есть? Вся суббота открыта. Теперь дальше посмотри. Тема какая? О субботе. Там считали о миротворчестве. А здесь о чем? Как Бог пользуется самым малым. У нас маленькие таланты. Неужели можно послужить? А вот посчитай. 1 Коринфянам 1.28 И незнатное миро, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Бог пользуется в деле самым малым, заброшенным, ненужным, завалящим. Неважно из чего, из дерева, из стали, одна копейка в банке или целый ящик. Но эта малая, попав в пастушью сумку, пристроившись в прощу псалмопевца, уже во лбу врагов готовит лунку. Пшениченко течет из плена тестом. Когда они тесто вынесли. Малюсенькие капельки дождя. Такие глыбы размягчают в поле. Слезинки-сиротинки до неба долетят. В руке отважной женщины-ракеты чудо-колья. Напрасно христиан враги не пренебрегают. Их мало, за себя не постоят. Но вот уж их дивизии, бригады, позорный крест над скалами маяк. Такие незначительные люди, незнатные, неизвестные и в оковах, растет и ширится из Галилеи чудо, победное божественное слово. Что значит проповедь о плотнике распятом? И понесли его десяток рыбаков? Для иностранцев вдруг заговорили внятно, и слушатели бросили в огонь своих богов. Христианин с Иисусом, ты повсюду не один. В великой немощи всегда Христова сила. Из уст у Агнца меч, огонь и дым. Сгорают Ленины, Нероны и Атилы. Перебирая четки по утрам, высказываем тайные желания. От сырости слезы с грибной головкой храм. Мой враг на водопой пришел не львом, а ланью. Каким бы ты себя несчастным не считал, До праха малосильным, убогим, бесталанным. Пастурщая палка жезл пробьет утробу скал. Пустой сосуд с рассветом наполнишь чудесной манной. Чудный. Чудный. Надо просто пока показать. Смотрите, вот. 36 мест писания открыть. О чем? Плач 3,19. О боли. Ну ладно, просчитай. Эти темы-то разные. Не просто я. У меня на молитве возникает эта мысль, Я одну строчку запишу, когда молюсь. А потом уже за этой строчкой все остальное беру и пишу. 36 строчек. Вон пачки какие там стоят, этих чернобяков. Посмотри. Так, Плач 3,19. По мысли о моем страдании и бедствии моем, О полыни и желчи. Бо... Так, начинается. Боль, разносимая по телу и в душе, Пять чувств охватывает, царствует над ними, Неописуемая, образ вечных мук уже, Где радости, не сыщешь и в помине. У каждого все миллиарды клеток, Трепещут, содрогаясь, не болеть, Но не дано и ни зимой, ни летом Избегнут боль, терзающую плеть. Создатель, огласивший нас, да будет, Предвидел согрешение и упрямство, Как непокорны своенравные люди Небесно и земным заменят царством. Беспамятство и бунт бритоголовых, Упрямство бородатых и заросших Забудут намертво божественное слово. Венец творения превратится в бложку, Вернуть его блудливого скитальца, Поромыть ему мозги и излечить, Окольцевать любовью десять пальцев, Отныне все, что сдышат наши палачи. Бог самодержец, боль его помощник, Нас жалят, режут и лишают благ, Высасывают и сушают тощих, Через грабительство, архипелаг гулаг, Боль задыхаясь от утра слезится, Вытряхивает, пламенем сжигает. Там, далеко, в тумане, наша пристань, Одна на всех спасительная гавань. Болезненная выдержать награда, За верность несгибаемый характер, Слезами поддержать в страданиях брата, И в пыточную печь страданий кратер. Боль растекается по нервам полыхая, А нервы струны арфы и псалтири. Но будет час, пройдет беда лихая, Христос вознаградит скорбящих в этом мире. Для болящего утешения? Утешение. Тема какая? Тема. Вот, приятные дети. Тема, в этом и живут люди. Тут все есть. Просто показать даже по тематике, Здесь уже пошел по-другому немного. Что здесь? Борода как будто ни к чему. О бороде. О бороде, пожалуйста, стихотворение. Здесь еще быть человеком, это так непросто. Вот такие темы-то, посмотри, Если маленько коснется Господь. Деревня, не нарадуясь, трудясь. Теперь, в любом событии есть признаки причины. Как зарождалась и вскисала зрима. Путь к женщине, с чего начать мужчине. Змей полз, соответственно, по скале, стрела не мимо. Это из-за... Дальше. В обычности забывчивость живет. О забывчивости. Здесь еще, в чем же хама вина? Почему он хамит? Ну, вообще интересно. Ну-ка. Так. Вот оно где. Псалом 80, 6 стих. Подожди, мне надо выгнать его сюда. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. В чем же хама вина? Почему он хамит? Непочтение к отцу проявляя. Будут дальше века. И от Сима семит. И Афет до Руси достигает. Хам проклятый сынишка его, Ханаан. Над смеялись над прахом пьяного Ноя. Просыпается дед, рядом внук-хулиган, и отец ухмыляется двое. Будто тайну открыли, другим невдомек. Как сумел обмешулиться старый. Разговор за углом и жестокий упрек. И вскисает соблазна о паре. Зашушукались тетки и снохи в кустах. Их детишки состроили рожи. Потеряли к отцу уважение и страх. И поносят, вылазят из кожи. Ни на что, ни на возраст не смотрят. На авторитет. Что и жизнь от него по их жилам. Но у них только факты. Измазался дед. Выпил лишку. На свете зажился. Африканский черней сейчас континент. А хамье расплодилось повсюду. Раб рабов этот хам. А у правы все нет. Так позорит в судах и прилюдно. Хам по сути был прав. Ну какой же пример, если сам патриарх-то купился. Учат с кафедры нас, парисей и рецемер, на бесплодной смоковнице листья. Но проснулся отец. Обо всем разузнал. Запахнулся. Прикрыл наготу. Как заразу срамной он сына изгнал. Но открыта дорога к Христу. Березной у Евнаха ризы блестят. Он внебрачный. Как слышали, сын Соломона. Кто ужален был хамством, поднимет, пусть взгляд, на Христа на кресте. Станет чадом Сиона. Смысл есть. Ну любой скажет. Это не стихотворение. Это проповедь в стихотворной форме. Я просто показать еще. Инатья Иванович. Инатья Иванович. Вам приходилось видеть погребение. Инатья Иванович. Молодец. Власть никакая. Так людей не портят. Как власть епископа. А значит патриарха. Я просто показать. Видите. По 36. Библии надо открыть. Власть. Ох как сладко и опасно. Вначале думаешь. Здесь не виновен я. Еще одно. По 36. Все. Вовремя окончить посевную. Вода отравленная. Ученики встречали. И так далее. И так. 4 тома. Я для чего это показал. Ооо. Там у меня еще есть. Что я делал. Не закрепить. Тогда нет. Так закрыть можно. Чтобы кто-то нашелся. И помог издать. Нужны или нет эти книги. Я не знаю. Там многие положены. Написано пение. 4 тома. По 800 страниц. И фотографии уже все. Фотовыводы подготовлены. Ну и. Все. Наверное. Сегодня. А то длинно получилось у нас. Заканчиваем. Там морковку натер. И Володя уже чашку показывает. Морковку нельзя если натертую. Больше 5 минут держать. Не съеденной. Это единственный продукт. Который нужно немедленно съедать. И он очень полезен. Как каротин для глаз. Потому что я вот за компьютером провел 9 лет. 30. Больше 30 тысяч часов. Вот когда говорят. Мне говорили. Вот у вас в книгах рассыпаны вопросы. А по теме нет. Они по теме есть. Ну как они поступали у меня. В школах. В университетах. Я так их и издавал в книгах. Хотя первые кажется 4 тома. Еще тематика была какая-то. Отдельно о церкви. Отдельно о родителях. Отдельно о работе. Я всегда говорил. Что. Я умру. И если это нужно будет. Кто-то это сделает. Это значит 30 томов открытым оком. Вон они где. Их надо будет заново промолотить. Но получилось так. Что пришлось делать это самому. Заново засесть за книги. По тематике вопросы разбить. И где это теперь есть можно найти. А вот найти можно. Смотрите. Во свете Библии. Наш сайт. И вот справа. Вот. 4124 ответа. Ну если не трудно. Я попрошу. Просчитать. Заголовки какие. 55 папок. Почему так получилось. Я не знал сколько получится. По порядку алфавитным. Без и колдовство. Потом Библия. Богослужение. Болезнь. Будущее мира и грядущий суд. Вера. Взаимоотношения. Внутренний мир человека. Война. Служба в армии. Государство. Правители. Грех. Деньги. Дети. Лагерстан. Евреи. Ереси. Секты. Женщины. Жития. Интернет. Канонизация. Коммунизм. Крещение. Лапкин. Запятая книги. Потом литература. Искусство. Молитва. Монашество. Мощи. Мусульманство. Обращение ко Христу. Община. Объединение. Патриархия. Пища. Посты. Покаяние. Политика. Потеряевка. Праздники. Природа. Промысл Божий. Проповедь. Благовестие. Работа. Разбор выступлений. Разное. Рождение. РПЦ. Русский язык. Священство. Семья. Смерть. Спорт. Старобрячество. Суды. Христос Бог. Царство Небес. Рай. Царь. Церковь. Вот смотрите. Тут даже трудно найти тему, куда бы вопрос не поставить. Вот старый монетопон, это надо было еще, которые ответы были даны, и перенести их на диски, это вообще даже не подскажешь. Когда вот эта цифровка отошла, вот я посмотрел потом, я введу дневник, вот у меня вот таких вот, это сам переплетал я, чтобы видно было, ну попалом перегнутая получается листик-то, и вот так он такой будет. Вот, пожалуйста, здесь 550 страниц. Я введу дневник, уже лет, наверное, 50 с лишним. Каждый день введу дневники. Несколько книг таких. Это сам переплетчик, поэтому видишь, как все сделано. Я по дневникам посмотрел. Вот я начал когда цифровать, у меня, ну по привычке уже 14 часов, это норма у меня в день. На следующий день посмотрел у меня 16 часов. На следующий день, следующий, я уже не отходя, не выключалась аппаратура, 18 дней, это часов. Еще следующий день, 20 часов. Еще один, 22. И последний день завершающий, 24 часа. 24. Вот заметь, как это, как Бог дает это. И при том, это надо переключать, какая дорожка, все это записывать. Это не просто так, это так можно было и напортащить. А вот теперь оно все это есть. Это не просто так. Так я говорю еще не об этом. Я говорю это сейчас, вот сейчас вернусь назад. О чем сейчас сказал я? А вот звук, видео. Вот оно как раз. То, что здесь есть, все это было на пленке насчитано. Катушки были. 375 метров, 8 часов 20 минут. А теперь это надо было перевести на диски. И получались пайлы. Вот житя святых. Вот смотрите как. Каждый вот это вот, по 12, это сказать, на века разбитые. Каждая вот эта цифра, это означает 2 часа 5 минут. В какой век прошло. Кроме того, составить каталог на житя святых. Вот как оно идет. Вот в этом темпе очень трудно было, когда я делал, свои люди рядом-то. Тут уже все, нельзя не заходить. У меня было так, что кто-то приходит, там, недалеко от сестра стоит, мед растворенный, там, или что-то сварит. Откроют дверь, под дверь подсунут. Тут я уже найду. Это Бог так делал. А возможно ли это? Те, которые нападают-то на меня, как этот митрополит сказал, Сергий местный, говорит, они из-за чего завистью, они этого делать еще не могут. А вы этим хвалитесь Богом. Тут нельзя хвалиться. Человеку это не под силу. Это невозможно. Это, вот я рассказываю только, как вот работал вот здесь, в этой комнате. Я вот так вот хожу, вот зарядил и опять хожу. И сесть нельзя, мгновенно заснул. Вот до сюда дошел, и надо поворачивать. Я так повернулся и заснул. Ну, заснул это секунду. Я стою и думаю, вот так стою, а где же я нахожусь? Точно, у меня потихоньку включается. Ага, аппаратура шипит. Посмотрел, далеко до конца пленки. Туда дошел, там разворачивался и опять уснул. На ходу. Поэтому, когда говорят, войну вот так были. Жуков там три дня пришлось не спать. Ну, три дня подряд у меня не получилось. Я все-таки часа два там захватывал, а последний день это завершающе. Это когда мы что-то желаем, есть важная цель для Бога. Господь позволяет это сделать. Я просто этим вызываю на то, что начинайте трудиться. Начинайте делать, получится. А ничего нельзя сделать. Неправда. Нам Господь позволил создать общины, верующие, где все правила канонические включенные. Деревни начать строить, детский лагерь. Это все в православной вере. Среди сектантов это создать очень легко. Это очень легко. Почему? А там Евангелие на первом месте. А в православии нет. И это надо было побороть и не выйти из православия. Это очень и очень непросто. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.